Все, кто хоть немножечко шарит в радиоэлектронике, прекрасно знают, что неоновые лампочки и газоразрядные лампочки штука высоковольтная. И от обычных батареек постоянного тока и напряжения такие лампочки вовсе не горят. Даже от таких мощных, как батарейка крона, у которой напряжение 9 вольт. Но то, что кажется сказками для профанов, для таких хулиганов, как я, вовсе не невыполнимая задача. И я вас этому научу. Да, мы с помощью батареечки будем зажигать неоновые лампочки. А то, какое напряжение надо для их зажигания, вы сами в интернетах почитаете и у ютуберов послушаете. Сказки сказывают, что вот такие вот неоновые лампочки с радионуклидными изотопами внутри для меньшего напряжения зажигания могут светиться от напряжения в 30 вольт. Фигня все это. Я пробовал. 90 вольт как минимум надо, чтобы она загорелась. Но потом, конечно, погаснет в вольтах так на 30. Можно, конечно, добиться с помощью импульсов их зажигания, но все равно от батарейки это у вас не получится. Или вы возьмете очень много батареек. А я же возьму всего одну. И с помощью неправильной схемы и устройства криволапокосолапого, которое даже сопливым монтажом назвать нельзя, но вообще абсолютно воздушный аэромонтаж. Вот такое вот устройство. Здесь вот неоновая лампочка припаяна. И с помощью вот этой вот фигни я эту неоновую лампочку буду зажигать. Ну и начну, конечно, с кроны, чтобы диайвайщикам и воркшоперам не обидно было. Ведь учат же они вас электроники. Смотрите. Ой, что-то я перепутал. Переполюсовку сделал, все. Хана моей конструкции. Да нет, не хана. Горит. Убедились? Убедились. Но то была батарейка крона. И с нею справится даже любой китшопер. А что если нам взять батареечку не вот такую кирпичную, а какую-нибудь кругленькую и энергичную? На ней так и написано. Энергичная батарейка и энергии в ней много. Так, соблюдая полярность, подключаем неполярность и... Ой, что это? Неоновая лампочка горит. Да что же это такое? Что там на батарейке написано? Ну, кажись, какие-то там амперы, какие-то там вольты. И этих вольт всего лишь 1,5. Ну, как такое может быть? Неоновая лампочка горит от вот такой вот батарейки. Етить ее, етить. Ну и понятно, если я соединю все эти батарейки вместе, один фиг эта лампочка светиться будет. И ничего в этой лампочке хитрого, такого расчудесного нет. Она действительно неоновая. Можете в нее засунуться, всунуться, под микроскопом ее посмотреть, а вдруг там светодиодик спрятан. Но у некоторых даже светодиодик от пальчиковой батарейки не светится. Не то, что неоновая лампочка. Ну, то, что я от маленькой батареечки неоновую лампочку зажег, это понятно. А для моих друзей, которые к моим фокусам-покусам привыкли, есть и тут маленькая небольшая загадка и загвоздка. Смотрите, неоновая лампочка, разогнал я напряжение, ну, не меньше, чем на 70 вольт, от полутора вольтовой батарейки. А вот транзистор использовал, посмотрите какой. Маленький-маленький, без всяких радиаторов, в воздухе висит, ничем не охлаждается. И при этом дым из него не пошел. И вот это, конечно, эту вот задачку, эту вот загвоздку решить смогут только опытные электронщики или же мои подписчики. Вообще, интересный вариант получился. Я сам поначалу не ожидал, но решил проверить, и у меня все получилось. В общем, с помощью вот такого транзистора и самодельного вот такого дроссель-трансформатора я зажигаю высоковольтные неоновые лампочки. Да и не только их. Причем это не спецтрансформатор, вы можете легко в этом убедиться. Такие дроссели встречаются, ну, повсеместно, во всяких там импульсных блоках питания. Простенький он. Простенький, но интересненький. Если руки, конечно, приложить, а к рукам еще голова прикладывается. Че вы там, че вы там говорите? А, схему не показал? Ну ладно, в титрах покажу. Покажу обязательно, если не забуду. Старый уже склероз у меня, однако.